Вообще, убийство великого князя Сергея оставило очень интересный отпечаток у обывателей. И кто-то камень положил в его протянутую руку. Привет всем! Вторая часть Морелизонского балета. Мы отпустили оператора, сменили звук, вышли вот из этой усадьбы, бывшей усадьбы, и направляемся с вами дальше гулять по Замоскворечью. Идем по Кадашовскому переулку, номер три, их несколько. Кадаши до сих пор непонятно, почему так названо. Одни утверждают, что это потому, что здесь жили те, кто делали катки, бочкари, проще говоря. Другие говорят, что Кадаши это с тюркского друг-товарищ. И вообще, на самом деле, конечно же, вся эта территория, улица Ордынка, большая Ордынка, дорога в Орду, в ту самую подчинена этой теме. И, как я уже говорил, в первой части, вот вся эта, вот эта часть, в первой части, эта часть, опять-таки, паблик, мастер локванции. Давай перейдем улицу. Она, конечно, под пятой, но не диктатуры, а Павла Михайловича Третьякова и отчасти его брата Сергея Михайловича. Здесь у нас раньше вообще были бани. И сохранились несколько у нас постройок усадебных. Но меня, конечно, когда я изучал историю этого района, абсолютно потрясла история Николая Григорьева. Это был человек, которому здесь принадлежало не только несколько особняков, но и у него здесь был целый завод. Он был из крестьян, из простых. И он из города Углич. А город Углич, он истории славился тем, что делал колбасу. Делал вручную, вручное производство колбас и вообще колбасных изделий, ветчина, там все такое прочее. Он начинал работать, это стандартная история еще у своего отца. И затем ему, конечно, очень сильно повезло с отменой крепостного права. Он переехал сюда, в Москву. Стал, как Александр Данилович Меньшиков, когда-то носить пирожки, торговать ими в разнос. В охотном ряду довольно быстро уяснил себе всю кухню торговую. Когда он еще носил эти пирожки, он откладывал копеечку в копеечки, копил денежки на свое собственное предприятие. В итоге накопил и открыл свое пока небольшое колбасное производство в Москве. И оно у него пошло. Почему оно у него пошло? Потому что он сразу же сделал ставку на качество. И когда оно у него пошло, он... Сейчас мы прервемся, потому что я вам хочу показать вот это вот замечательное место. Вот опять-таки, видите, у нас здесь фактура XIX века. Но если мы посмотрим сюда, то мы увидим, что кирпичная кладка совсем иная. И вот, пожалуйста, окна в стену, как мы любим. Зайдем вот сюда. Он выкупил здесь участок, точнее не участок, а старую, уже раздолбанную, неработавшую контору, завод. И модернизировал его. Он купил оборудование в Европе и начал здесь уже производство колбасных изделий. Сначала у него было буквально там пара десятков человек, а уже к началу XX века их было... Только одних служащих у него было порядка сотни, а работников у него было аж две сотни самих. Это совершенно потрясающая красоты. Абсолютно, кстати, не петербургская. Церковь воскресенье в Кадашах. За ней очень долго была тут битва. Я, когда жил в середине нулевых, то видел тут такие плакаты висевшие, типа, верните, церковь верующим. Это такое сохранившееся барокко уже XVII века. То есть, если я вам на примере церкви Святого Климента показывал барокко, ну, такое, елизаветинское, да, то вот это вполне в духе Нарышкиных. И вот там вот, каждый раз поражать, там вот у нас расположены часы. Соответственно, солнечные, согласно этим часам, сейчас, кстати, три часа времени. Сколько сейчас времени? Ну, по-моему, не три. Сейчас я проверю. Да не надо, я уж сам посмотрю. Господи, где мой телефон-то? Вот он. Сколько сейчас времени? 16.29, полпятого. Соответственно, вот с такими часами ни на какие, конечно, встречи не успеешь. Ну, я к тому, что я и в Петербурге все время над этим умиляюсь. Показывают, там у нас солнечные часы есть и на столбах вот этих ринальдовских, которые в Саарскую мызу вели, в Саарское село. То есть, как они все-таки это время уясняли? Я не знаю, может, вы мне подскажете, может, вы мне напишите в комментариях, как правильно ориентироваться во всем этом. И когда, соответственно, церковь вернули, здесь вообще, в принципе, устроили вот такой музей под открытым небом. Музей Кадашовской Слободы. Старые надгробия. То есть, все, что было раскопано, показано. Вот это вот очень характерная вообще панорама замоскворечья. Посмотрите, какое количество куполов вообще, ну, церквей. Это от Кремля, если мы смотрим в ту сторону. Как раз вот, если вы посмотрите, вот она, это церковь Воскресенская. Ой, я боюсь упасть. Вот она. Вот эта церковь Папа Климента. Ой, котик. Котик. Здорово, рыжий. Мы тебя нашли. Да, мяу, как тут тебе живется, а? Хорошо? Извини, пожрать ничего нету с собой. Я не предполагал, что ты здесь будешь. Давай я тебя поглажу. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Что, неужели тебе слушки тут не кормят? Не верю. Они должны котиков кормить, да? Нет. Иди. Гуляй. Вот. И, соответственно, Николай Григорьев модернизировал свое производство. Тут у нас опять, видите, нам показывают просто, когда сбивают штукатурку, как раскрывается фактура здания и совершенно иная кирпичная кладка. Значит, колбасный завод его находился вот там вот. и он даже брал определенные призы на международных выставках. До 43% вообще колбасных изделий города Москвы производилось на его предприятии. Здесь были устроены для работников, соответственно, медпункт, столовая, прачечная или, как надо говорить по-московски, прачечная, да? Я тут увидел какое-то заведение рюмошное или как же там, наливошное, не помню, как называлось. Когда случилась Ходынская катастрофа, туда ведь, почему она случилась? Потому что там были подарки. Подарки, которые выдавались на халяву. И среди прочего, там, среди вот этой вот платка, пряника, кружки, там было полфунта как раз вот григорьевской колбасы. И фирма процветала, у него было несколько детей, у него была дача в Петровско-Розумовском, где он проводил лето, значит, дети его шли по стопам отца. Народилось у него внуков большое количество. Он занимался очень большой благотворительной деятельностью во всем, что касалось поддержки своих земляков. То есть он реально, во-первых, он их, естественно, брал на работу, он выделял деньги на бесприданец нам туда. Тут мы не выйдем. В общем, вливал бабло в свой край, построил там церковь на свои собственные деньги, был ее ктитором. Ну и финал понятен. 17-й год, у него все отнимают, значит, детей репрессируют, жена умирает от сердечного приступа после всех таких мероприятий. Сам он в 17-м году, ему было 75 лет, его выгоняют нафиг из Москвы в свой край с запретом позволять его, соответственно, односельчанам, ну вообще землякам, сдавать ему жилье, а ему был запрет, соответственно, ну, снимать жилье. И в итоге представьте себе, да, вот этот вот человек, который некогда был одним из ведущих производителей продукции пищевой в столице, ну, тогда не столица, да, в Москве, человек, который, человек, у которого никогда не было здесь никаких волнений на его предприятии, потому что, ну, вот я когда изучал историю восстания Рожжевного 1905 года, нам ведь меня, как мы в школе учили, что рабочие, значит, вот, кстати, очередная, вот, извините, прервусь, вот, вот типичный, да, пример еще очередной, да, как будто 19-й век у нас, сюда, если мы заглянем, вот тут перед нами предстоит совершенно другая картина. Отреставрировали. Видите, какая красота. Ну, и чтобы нам не только котиков, но еще и собачек покажем. Видите, крыльцо какое ведет. То есть это уже типичные такие палаты. Возможно, еще аж 18-го века опять-таки жидомасоны закопали этот дом. А потом раскопали. Все время путаю последовательность. Что-то мне сначала закапывали, потом раскапывали. Так вот, были предприятия, например, фабрика Энема, где на самом деле народ особо не бунтовал, а более того, те, кто приходили к ним с предложением устроить бунт, их за шею выгоняли. Мы пока посмотрим вот на это здание, про которое я дальше расскажу, с этой стороны, да. Ну и Николай Григорьев жил на пушке леса в неотапливаемой избе. И в 23-м году ему было уже 80 лет, 81 год, по-моему, он умер от голода и холода. Такая печальная судьба у человека, которая показывает, что новой власти, конечно, нужно было, чтобы все были равны, равны в нищете. А тех же самых крестьян предприимчивых, которых, как естественно нам рассказали, они душили, губили свой собственный народ, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и все ненавидели и прочего, их они подвергали таким вот репрессиям. Но насколько его ненавидели, говорит тот факт, что его, естественно, там пытались подкармливать, а когда он умер, его тайно похоронили возле своей церкви, он причислен к лику вместо памятных, значит, новомучеников, исповедников. Когда-то, видите, тут было, были ворота. Вот это здание, оно перестроено, оно изначально выглядело по-другому, как я вам сейчас покажу. Это, дело в том, что у нас Третьяков, когда, ну, мы говорим про Третьякова, мы, естественно, первое, что нам приходит в голову, ну, что, картины, ну, есть, картины-галереи, о которых, естественно, будем говорить, но дело в том, что благотворительная деятельность Павла Михайловича Третьякова, она распространялась не только на картины. Он, например, на свои деньги покупал звери в московский зоопарк, дарил их. Он спонсировал географические предприятия Миклуха Маклая. Он построил вот на свои деньги вот этот дом, который изначально, конечно, выглядел по-другому. Сейчас вот мы обойдем этот автомобиль. Я вам покажу, как. В общем, это приют. Причем приют для кого? Мы же, как бы, привыкли к тому, что приют нужно строить для каких-нибудь там серых, убогих, инвалидов и так далее. Вот так вот он выглядел. То есть, как вы видите, гораздо в более русском стиле. Очень перекликающемся вот с тем корпусом, который был построен по проекту Воснецова. И обратите внимание, что здесь на переднем плане вот эти стоят за решеткой детишки. Дело в том, что это на самом деле приют для вдов и сирот художников и скульпторов. Вот представьте себе сейчас, да, там, я не знаю, приют для вдов рок-музыкантов или там для каких-либо тоже художников. А Третьяков думал об этом. И там было на самом деле несколько квартир на первом этаже двух комнатных. Причем, ну, метраж я вам хочу сказать, что даже в принципе по современным меркам, когда мы живем в муравейниках, человейниках, то есть там двухкомнатная квартира была 56 метров, однушка была 27 метров, ну, там, с гаком. Или 54, не, 54, по-моему, метра. Двухкомнатная, 27, однокомнатная. Предпочтение отдавалась вдовам, прежде всего, и сиротам. Незамужние девушки мамы жить до того момента, пока не выйдут замуж. Ну, кухни были общие, там были даже вытяжки для самоваров. То есть, вот даже вот о таком Павел Михайлович думал. И он, и был еще один, например, вид благотворительности, который, ну, совершенно вообще в другой плоскости. Например, в его семье жил, жила семья Федора Шехтеля, знаменитого московского архитектора, о котором я тут скоро буду тоже рассказывать во время одной из своих экскурсий в Москве. Потому что Шехтеля, они тоже были сначала довольно успешные предприниматели, потом прогорели, и вот вдова, мать Федора Шехтеля, она приехала в Москву, ее устроили как раз в семью Каменских. Ой, Каменский, это сейчас мы поговорим кто-то Каменский, в семью Третьяковых экономкой. Единственное, ей сказали, что, ну, знаете, вот, обедать вы будете отдельно, а все остальное, пожалуйста, она сказала, не вопрос, все. и вот Шехтель, он рос в семье Третьяковых, и поскольку Каменский был женат на сестре Третьяковых, а он был одним из тогда ведущих архитекторов, потому что, опять-таки, сидел на подсосе заказа, ему перепадали от Третьяковых, он, собственно, Шехтелю и устроил тоже начало карьеры, то есть, даже до такого ходило. У Третьякова, естественно, не было никакого статистического образования, понятно, он до всего допер сам. Он приехал, когда в Петербург, то, ну, во-первых, он познакомился с одним из коллекционеров, который жил в том же самом доме, где жил Федор Михайлович Жостоевский, когда писал «Бедные люди», это угол Графского переулка и Литейного проспекта. Сейчас мы перервемся, то есть, дело в том, что вот этот корпус, он был построен по проекту Щусева, а главный корпус вот та вот. И, собственно, владения Третьяковых располагались здесь. Первые две картины, которые купил Третьяков, ну, вот, одну я подставлю, это сватка с контрабандистами, а вторая что-то Худяков был, а вот эта вот, такая бытовая сценка. Дело в том, что до вообще передвижников вот эти бытовые сценки, они как правило не писались, если писались, то выглядели абсолютно убогое. Вот Третьяков купил эти две квартиры, а здесь еще, видите, такая история связанная, перекликается с его, собственно, бирографией, потому что он там, ну, влюбился в одну девушку, как раз, бесприданницу, хотел на ней жениться, но она вышла замуж за другого человека, не по любви, и он, в общем, очень страдал от этого, и когда он видел сюжет, он моментально его прикупил. И вот Третьяков начинает потихонечку покупать эти картины абсолютно по своей методе. он, конечно, изначально хотел коллекционировать иностранную живопись, но когда он купил там ряд картин иностранных, выяснилось, что там куча подделок, и он решил не просто покупать у отечественных, да, у художников, а заказывать им, заказывать им картины. И вот на самом деле, благодаря Павлу Михайловичу, например, я об этом вообще-то рассказываю не в Петербурге, я об этом рассказываю в Москве, когда вожу экскурсию по Суворовскому проспекту, и мимо Николаевской больницы, где, соответственно, в свое время Петр, откуда Петр Кропоткин бежал в свое время, он заказал серию портретов, и вот в этой Николаевской больнице находился один человек, которого вы все прекрасно знаете, выглядит он вот так вот, это мусорский модест, с такой абсолютно уже алкогольным носом, но такими голубыми детскими глазами. Вот этот портрет был написан в больнице Репином буквально за месяц до его смерти, и вот если бы не Третьяков, то этого портрета просто бы не было, понимаете? Вот главный корпус тут сделали памятник ему недавно, хотя, если мы посмотрим на фотографии советского времени, мы выясним, что оказывается, раньше на месте Павла Михайловича Третьякова стоял памятник другому человеку по фамилии Сталин, и прикиньте, убрали его не в наше время, убрали его еще при самом Советском Союзе. Точно так же Третьяков, естественно, патронировал других художников, и он достиг такого уровня, что иметь, во-первых, он очень хорошо платил, во-вторых, иметь картину в собрании Третьякова было неким показателем, то есть это показатель уровня. Я уже рассказывал в одном из своих предыдущих выпусков, что когда Александр Третий тоже решил заниматься собирательством отечественного искусства, он выяснил, что какой-то московский купец Третьяков все, блин, приходит и покупает. И Александр Третий сдал указ, согласно которым, пока он на выставку не придет, никто не имеет права соответственно покупать его картины. Ну и одна есть тоже, но эту картину я показывал, когда мы гуляли от покровки до хитровки. Это Левитан над вечным покоем искусствоведами считается искусствоведами, считается одной из самых русских картин, если не самая русская, ну и кому же ему было написать как нееврею, собственно, который абсолютно был интегрирован в наше общество. А вот это у нас дом тучерез, как тогда говорили, писателей. Кооперативный дом на самом деле, писатели скидывались на покупку квартир здесь. Дом выселся как колонча, по острой улице угольные, несли рояль два силача, как колокол на колокольню. Это Борис Пастернат на самом деле, про этот дом. Меня в этих строчках поразило то, что рояль внесли, да, туда. Здесь у нас мемориальные доски вот такого вида, да, польский поэт, писатель, журналист, писатель. Бергельсон, Кинсуров, Викин и Станде. Но дело в том, что если мы прочитаем фамилии некоторых других писателей, которые здесь жили, то ну, мало что они вам скажут. Там помимо Пастернака, Олеши или еще нескольких фамилий, которые, ну, более-менее на слуху, все остальные это персонажи абсолютно канувшие летом, потому что советская система, она, естественно, призывала вас писать в определенном стиле, в определенном русле и быть членом Союза писателей. Здесь у нас, вот сейчас музей Стрелевской палаты и очередной раз мы видим, как меняется у нас фактура здания. и очередной жидомасонский подвал. Так вот, значит, в этом же доме должен был получить квартиру Михаила Федоровича Булгаков, более того, даже какие-то деньги были внесены, но его обделили. И жена его, конечно, очень сильно негодовала по этому поводу. И считается, что когда Маргарита в своем непотребном виде я все время забываю, что мы здесь не выйдем, что здесь нет этой кнопки, я тут как-то повел группу такую, знаете, я человек из Петербурга, и поэтому я знаю, что если ты не зайдешь в ворота с той стороны, то со двора ты всегда выйдешь, потому что там есть пи-пи-пи-пи, а здесь этого нету. Ну и вообще там вот так пришли, поцеловали эту решетку и пошли обратно. Ну бывает, извините, я сами минемесны, мне простительно. Да, что когда она громила квартиру Критика, Лентовский, да, его фамилия была, я путаю часто, значит, прототипа и литературного героя. Вот это происходило вот здесь, вот в этом здании, там она, и вот тот самый рояль покоцало и вообще устроило полный соответственно дебош. Именно здесь Пастернак, например, дежурил на крыше, наблюдая за небом Москвы во время авианалетов. Вот это здание было уже возведено в постсоветское время, считается крайне неудачным и вообще Третьяков, надо сказать, чтобы заканчивая с ним эту историю, Третьяков, он ведь оставил некое завещание, каким он видит свою галерею и одним из условий было, например, то, что галерея должна быть а, бесплатная, б, непополняемая. то есть, вот он собрал коллекцию, там более тысячи картин и все, вот больше, вот это его выбор и так далее, но условия эти не были соблюдены, не вина, конечно, его в этом. Здесь у нас стоит бюст Ивана Шмелева, о котором я говорил в первой части, да, вот напеминали это Господнее, потому что он учился в гимназии, располагавшейся, вот этом, собреки Демидовых, тут, кстати, вот эта вот решетка, это еще их литье. Здесь, кстати, долгое время был один из центральных салонов Москвы, тут проходили, как бы мы сейчас сказали, версусы баттлы между славянофилами и западниками. Типичная усадебная конфигурация, портик ионического ордера, и Шмелев писал, что в этой гимназии ничего, кроме слез, он не помнит. Вот здесь постоянно такая подстава, то есть, идешь и не считываешь, что это вообще-то проезжая часть, здесь машины ездят, потому что, видите, она сливается с поребриками, не поребриками, а тротуарами. Обратите внимание, что дом отстоит очень сильно от красной линии. И вот сейчас мы пойдем туда, и вот на месте вот этого здания раньше было другое здание, кстати, какое я вам тоже покажу, их есть у меня. Тут был один из приютов. И вот это здание, она тоже очень сильно отстоит от красной линии. И тут нам надо вспомнить про начало нашего еще первого прохода, снятого на другую камеру. Эти все дома устроились уже с расчетом на, вот опять-таки, план реконструкции Москвы 1935 года, то есть, они показывают нам, здесь, во-первых, должно у нас было проходить продолжение бульварного кольца, нифига не кольцо, а подкова, полукольцо. А там, соответственно, тот самый луч по Ордынке, который шел на юг. Вот на месте этого дома раньше был такой вот приют Лялиных, приют для беспризорных детей. Сейчас тут министерство атомной промышленности. Сам вот этот большой Толмачевский переулок назван так в честь Толмачей. Толмачевский переводчик. Там есть церковь, которая, кстати, сохранилась, ну, во-первых, на Владимирской иконе Божи-Матери до сих пор экспонируется, ну, как уже не экспонируется, висит, потому что сейчас действующая церковь, вот, но она сохранилась во многом благодаря тому, что ее Третьяковка захапала, и слава Богу, потому что иначе может быть кирдык. Видите, какая странная перспектива перед вами открывается в эту сторону, да? Министерство средней промышленности, как иногда называли, соответственно, ради конспиративных целей это здание. Станция, построенная в 20-е годы, телефонная московская, это первая станция, которая была автоматизирована. Раньше же, помните, там барышня, у меня номер 2019, эти барышки переключают. Вот, чтобы этого избежать, была построена вот такая вот конструкция, до сих пор принадлежит МГТС. Ну, а мы с вами приближаемся к церкви Никола в Пыжах, и здесь, на самом деле вместо рассказа о стрелецком главе Пыжове, в честь которого и вся слабода была, не слабода, а окрестность это была названа, я вам хочу рассказать совершенно другую тему, не очень, конечно, краеведческую, мягко говоря. У меня есть с собой отрывок из воспоминаний Бориса Викторовича Савенкова, воспоминания террориста, они так и называются, где он описывает, это у меня в Google Docs, а он мне предлагает включиться вечно к Wi-Fi, сейчас выключу его, где он описывает покушение на Дубасово, и там идет описание того, где они снимали соответственно помещение под динамитную мастерскую. Шиллеров под именем Евграфа, вещанина Евграфа Лубковского снял 10 апреля квартиру из трех комнат в доме церкви Святого Николая на Фыжах в Пятницкой части. Это то, к чему мы сами в данный момент приближаемся. Церковь эта сама характерна тем, что у нее сохранилась шатровая колокольня. Так вот, дом этот мы сейчас увидим. Собственно, вот он за решеткой. Вот в этом доме квартиру из трех комнат сняли. Ничего удивительного в этом нет. То есть церкви они к этим подрабатывали, ну не подрабатывали, они этим зарабатывали деньги, потому что церковь надо содержать на что-то, поэтому дома, подворья и все остальное оно как бы служило этим целям. И они там изготовляли булбу для покушения на генерал-губернатора Москвы, который сменил Дурново во время восстания 1905 года, потому что Дурново сюда приехал и попробовал все поставить на свои места. Дубасов жил в том доме, где живет сейчас Собяка на Тверской улице, в доме бывшего генерал-губернатора, а ныне это дом мэра. Ну и в итоге это привело к тому, что во время снаряжения бомбы, я вам хочу сказать сразу же, ну точнее не сразу же, а очередной 814 раз напомнить, что снаряжать их было крайне опасно, там нужно было вставлять такие стеклянные трубки. Вот это вот милая прекрасная девушка Мария Беневская, она не удержала одну из трубок и у нее соответственно во время взрыва оторвало кисть одной руки и несколько пальцев на другую. Вот есть женщина в русских селениях во всех аспектах. Она умудрилась зубами закрыть дверь, то есть она ставила ключ в зубы и зубами провернула его в замочной скважине. Затем она пришла в местную больницу, представилась там соответственно уже другой фамилией, сказала, что у нее взорвался там по-моему керосинка, ну и соответственно там ее оказали первую помощь, а затем ее перевезли в другую больницу. И уже когда сюда явилась полиция, то они нашли помимо соответственно всех инструментов для взрыва, они нашли там и фотографию Дубасова, и план, и все остальное. Стало понятно вообще к чему эти люди готовились, ну и ясно, что у Беневской, участь Беневской была предрешена. Вот видите, как у нас иногда надстраивают здание еще двумя этажами. И темы терроризма конечно же всплывают с особой силой в том месте, к которому мы с вами приближаемся. Это один из самых любимых уголков вообще города Москвы. это Марфа-Маиринская обитель, которая основала великая княгиня Елизавета Федоровна. Елизавета Федоровна была родной сестрой Александры Федоровны, жены Николая Второго, а дядей Николая Второго был великий князь Сергей Александрович. И вот Сергей Александрович женился на Елизавете Федоровне, и таким образом Николай Второй был как бы под двойным воздействием этой пары, с одной стороны сестра его жены, с другой стороны его дядя. Причем дядя это был первый Романов посаженный на пост управления крупным городом, в данном случае Москвы. Именно он сказал Нике, чтобы после Хадынской катастрофы он и не отменял балл на французском посольстве, что произвело крайне негативное впечатление на москвичей. Поэтому он был прозван князь Хадынский. Про него ходили упорные слухи про то, что он не той сексуальной ориентации, как принято в наших соответственно просторах. И... у них действительно, говоря простым языком, не было секса. То есть они были женаты, но вот жили в таком странном браке, что на самом деле, конечно же, было их абсолютно личным делом, но тем не менее и это создавало определенную почву для возникновения вот этих слухов по поводу наклонности великого князя Сергея. Ну и за ним, конечно же, велась очень упорная слежка. Савенков писал в своих воспоминаниях, как они, например, выяснили, где базируется генерал-губернатор. Они забрались на колокольню Ивана Веникова и просто спросили у сторожа, а где дом генерал-губернатора? Он показал вот там. Ну и, собственно, вот здесь, к сожалению, нет моей любимой фотографии Элизаветы Федоровны, где она вот в таком вот... Ну я подставлю ее, да, эту фотографию. Вот она. Пойдем. Долго выслеживали Сергея Александровича. Он менял на самом деле местоположение. Я так очень вкратце, конечно, рассказываю об этом. И два раза на него покушали. Значит, Каляев, который первый раз вышел, Иван Каляев, он вообще был однокашником Савенкова еще в Польше, они вместе учились. Каляев сначала, когда вышел, он увидел, что Сергей Александрович едет не один, а едет как раз с Елизаветой Федоровной. Вы пока вот смотрите на этот собор, я про него тоже пару слов скажу. Естественно, едет с Елизаветой Федоровной и с двумя детьми, но не родными детьми. Это был Дмитрий Павлович и Мария Павловна. Тут придется немножечко отвлечься. Дело в том, что одним из младшим братом Сергея Александровича был Павел Александрович. И он сначала женился на греческой принцессе, а она умерла. Причем умерла на родах, когда рожала как раз Дмитрия Павловича. Прошло какое-то время, и он женился на Ольге Валериану фон Пистелькорс. И это был, конечно, абсолютно неприемлемо. Мало того, что она была разведенка, мало того, что она была замужем за одним из членов полка, которым командовал Павел Александрович, ну, так она еще была представительницей, как проговорилось, невладительного дома. Ну, и в итоге, соответственно, несмотря на то, что Павел Александрович дал слово Нике Николаю Второму этого не делать. Неземной красоты, конечно, храм. Вы удивитесь, кто его архитектор, но об этом позже. Тем не менее, соответственно, он это сделал, он был лишен всех званий, чинов и так далее, отправлен в Освоясию, он уехал с границы, потом во время Первой мировой войны вернулся сюда, и Павел Александрович был первым, кто был расстрелян большевиками, как заложник после убийства Карла Либнихта и Розы Глоксимбурга. При том, что Павел Александрович как раз таки был одним из самых безобидных великих князей. Такой травоядный достаточно, хорошими актерскими качествами обладал, многие отмечали. Мог бы свалить, но почему-то он решил, что сможет здесь жить спокойно. Жена его на тот момент уже княгиня Полей, Николай Второй даровал им титул княжеский Полей. Сын его старший, Владимир, вместе как раз с Елизетой Федоровной окончил свои дни в шахте в Алапаевске. Павел Александрович этого не знал, он уже был расстрелян. Его, кстати, не отвезли туда, потому что он был слишком больной. У него там были проблемы с желчным пузырем. Так вот, дети его, Дмитрий Павлович и Мария Павловна, они, соответственно, поскольку Павел Александрович был лишен много чего и в том числе, пойдем вот так вот. Я просто специально тут хожу, потому что показать, насколько это такой уютный тихий уголок в самом центре Москвы. Здесь очень приятно и вообще навевает определенные мысли и размышления о бревности бытия нашего. Значит, они были отданы на воспитание как раз таки в семью Сергея Александровича и Елизавета Федоровна. И там они росли. И вот когда, соответственно, ехала карета из Кремля в Большой дворец, о господи, Большой театр, вот первый раз Каляев увидел, что там сидят жена его и двое приемных детей. И он не бросил бомбу. Что, опять-таки, не то, чтобы я оправдываю Ивана Каляева, но это говорит о том, все-таки, какие террористы были в то время. То есть, несмотря на то, что они готовы были убивать и при этом погибать сами, но, как это не цинично звучит, определенные какие-то каноны и нравственности у них были. То есть, они рассматривали себя абсолютно как жертву и там был очень серьезный подтекст еще и христианский. То есть, понамешано очень много слоев, если забраться в голову Ивана Каляева, поэту, так его звали, потому что он поэтом был, то там, конечно, черт ногу сломит. Что больше сегодня поражает, то, что они, ну, они боролись за право, так сказать, бросить бомбу, касательно не только Сергея Александровича. В общем, второй раз он стоял как раз возле часовни, ее недавно остановили возле воскресенских ворот и увидел, что едет карета и он уже бросил бомбу, взорвал он ее прямо на территории Кремля. Все, Сергей Александрович буквально разлетелся на куски, Елизавета Федоровна выбежала, вот, стала собирать останки мужа, вокруг стоял народ понура, никто даже шапки особо не снимал. Вообще, убийство великого князя Сергея оставило очень интересный отпечаток у обывателей. Ну, во-первых, была такая циничная довольно шутка, наконец-то Сергей пораскинул мозгами. Во-вторых, ну, вот касательно, например, даже, если мы говорим его вот этих вот гомосексуальных, как принято считать, наклонностей, во французском языке бугор, 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 это ну, такой арго для обозначения гомосексуала. И про Сергея Александровича говорили, что если раньше Москва стояла на семи холмах, но теперь она стоит на одном бугре. то есть, кто, кто не знает контекста этой шутки, он, собственно, не поймет ее. Или вот отрывок из стихотворения, я вам хочу зачитать. Чем вообще кто, какие нации горды. Это отрывок из тогдашней печати, оно длинное, это то, что касается его. Индейцы горды с кальпами, пастух Швейцария с альпами, швейцарскими здоровыми, молочными коровами, бродячую орфистку и русской нигилистку, кстати, потому что Швейцария была одним из плацдармов для укрытия наших эмигрантов. Московскими сержантами с лихими адъютантами, красивыми канашками с восточными замашками. Вот если вы, опять-таки, не знаете контекст, вы не поймете, о чем идет речь. Что значит московскими сержантами? Ну, сержантами понятно, а здесь сержантами. Ant по-французски это тетка. Тетка это, опять-таки, это либо проститутка у Толстого в юности, где он описывает обед в Яре, который, в тот Яр, который еще на Кузнецком мосту, он пишет, что они после обеда хотели поехать к тетке. И не зная контекста, вы не поймете, почему там один из собравшихся в этой компании заортачился, он не хотел ехать к тетке. А имел с виду, они хотели поехать в публичный дом. Точно так же тетка Ant вот, как бы, партнер по гомосексуальным утехам с лихими адъютантами, красивыми канашками. Канашка это тоже одно из арго, которое означает вот всех этих с восточными замашками. Потому что на Востоке как раз у нас вот процветала эта история с молодыми мальчиками и так далее. Ну и, конечно же, это я постоянно рассказываю этот стишок, потому что кучер Рудинкин он не умер, но очень сильно пострадал, его выкинуло из седла, удручен был им примером, кучер важного лица обращается к эсэрам и стучится в их сердца. Досточтимые эсэры пьют за ваше торжество, но прошу примите меры для спасения моего. Я исполнил беспокойство за грядущий моё дел, нет ли бомб такого свойства, чтобы кучер уцелел. Ну, в общем, такой сплошной цинизм, конечно же. И в итоге Елизавета Федоровна продает там свои драгоценности, вообще, как бы, избавляется от всего лишнего и покупает здесь участок, где основывают вот эту самую мархово-мариинскую обитель. И надо сказать, что это был не монастырь в частном виде, да, а это была совершенно другой формацией организация, где позволялось уходить, приходить. Здесь была масса как бы таких кластеров, то есть тут была и образовательная функция, и медицинская функция, и вообще это стал один из центров такого здорового православия, я бы так назвал. А вот этот храм с подачей его кореша Нестерова, художника Нестерова, по проекту которого, ну, здесь фреска, а там не фреска, здесь мозаика, и там внутри очень красивые его, соответственно, две картины есть. Это нас архитектор фамилия Щусев, тот самый который потом построил мавзолей, это самая главная его первая самостоятельная традиционная работа, это был крайне выгодный заказ, они, кстати, с Нестером тут немножко поругались, когда он этот храм строил, он выдержан в абсолютно таком древнерусском стиле, с пристрелом больше в Псковской церкви, во Псков приятие, вот видите, такие вот тяжело сидящие такие вот купола, какие, я не знаю, грибообразные, я не знаю, как назвать, вот, и на самом деле Щусев это не единственная культовая постройка, в том же самом Пскове он построил часовню у моста, то есть вот как бы как меняется опять-таки контекст, он построил один храм, а потом построил другой храм, но самый главный, который до сих пор у нас есть, и там вот ну раньше лежало два парня, сейчас лежит один, одного парня вынесли, покоронили рядом с ним, ну и собственно каждый раз говорю, что был у меня случай просто, когда с одним американцем гулял по Красной площади, и он мне объяснял, что в принципе это же там как бы пирамида фараона, по сути, да, мы объясним Зекурат, что и там лежит бог, и вот Падиме объяснит, что это не бог, а как бы в Советском Союзе это был вот дедушка Ленин, хотя по сути, да, бог, и Лизавета Федоровна основала эту обитель, и был совершенно, вот это, понимаете, иногда в истории бывают такие ситуации, которые, ну я не знаю, никак нигде даже не опишешь, у нее было свидание с Иваном Каляевым в тюрьме, она к нему пришла, и вот представьте себе эту ситуацию, приходит женщина, вдова, человека, которого Иван Каляев убил, Иван Каляев рассказывает ей о том, что это было второе покушение, что он выходил первый раз, но не бросил бомбу, потому что она была в карете с этими детьми, и она понимает, что она осталась жива только благодаря ему, и это просто какой-то мистический момент, не могу себе даже представить, как они смотрели друг на друга, но вот она его простила, даже пыталась за него хлопотать, но Каляева повесили, повесили в Шестельбурге, его привезли в Петербург, потом в Патропавловскую крепость, потом в Шестельбурге там повесили. У нас, кстати, долгое время была в Петербурге улица Каляева. Насколько я знаю, что сейчас до сих пор в каких-то городах улицы Каляева сохранились. Почему было это возможно? Потому что Каляев вовремя умер и сам. Как вы знаете, после 17-го года с СССРами было покончено раз и навсегда, и некоторые из них оказались за решеткой уже при большевиках, потому что дружба дружбой, а служба службой. Ну, а Елизавету Федоровну, несмотря на вот это все, несмотря на ее заслуги, ее благотворительность и то, что она там на хитровку ходила, самостоятельно, ее вывезли, бросили вот эту самую шахту, и когда уже белогвардейцы поднимали тела, они увидели, что она своим апостольником платком умудрилась, то есть она там лежала уже раненая, умирающая, но она перевязала рану я прошу прощения, по-моему, сыну великого князя Константина Константиновича. То есть она, даже умирая, все-таки вот об этом помнила. И вот представьте, какая несчастная судьба у женщин. Она была безумно красивая, но мало того, что она вышла за такого странного, замуж странного человека, у нее не было собственных детей. Дальше этого странного человека убили. Она, соответственно, вот ушла, казалось бы, ну, в монахини, да, сделала много всего прекрасного, полезного и ценного и вот приняла мученическую смерть. То есть, ну, вот, если посмотреть отстраненно, ну, просто какой-то ужас. Ужас самый настоящий. вот, ну, я, тем не менее, вот, призываю вас сюда выходить. Мы, естественно, не зашли в храм, потому что, ну, нехорошо там без благословения в храме снимать, но это, вот, действительно, одно из моих любимых мест. Сейчас я прервусь, потому что здесь, мне кажется, тоже, опять-таки, самое время под эту тему прочитать одно из стихотворений. У врат обители святой стоял просящий подаяния, бедняк исохший чуть живой от глада, жажды и страдания. Кускай лишь хлеба он просил, и взор являл живую муку, и кто-то камень положил в его протянутую руку. Так я молил твоей любви слезами горькими, с тоскою, так чувства лучшие мои обмануты навек тобою. Дорогие москвичи, еду к вам. Будет пять экскурсий с 4 по 6 июня. Расписание есть на сайте, там же можно приобрести билеты. В Петербурге экскурсии проходят по выходным и в середине недели. Я переиздал свою книжку о пиаре Японии во время русско-японской войны с большим количеством всевозможных иллюстраций. Книга получила весьма положительные отзывы во время распродажи первого тиража, поэтому есть на сайте. Точно так же, как мой путеводитель по Невскому проспекту и остросоциальный роман Корень. Приходите по возможности на мои мероприятия. Если такой возможности нет, смотрите здесь. Бесплатно, в общем-то, не надо никуда ничего донатить. Многие спрашивают, так вот, не надо. На этом все. С вами был гид Павел Перес. Увидимся оффлайн и онлайн. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok